Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Лидия Маркусян на международной конференции по биоразнообразию коренных народов. Опубликован очередной выпуск официальной газеты Западной Армении и Родина. Интервью с культурологом коренной Акапян. Турция ждет уступок от Армении. Заживающие раны после разрушительного спитакского землетрясения прошло 32 года. Турция намерена разместить в Ливии новую группу наемников. Достопримечательности Западной Армении – пещера Джуни в Карине. 28 ноября вице-спикер парламента Западной Армении Лидия Маркусян приняла участие в международной конференции по биоразнообразию коренных народов, которая прошла по видеосвязи. Международный форум коренных народов по биоразнообразию объединяет правительство коренных народов, представляет НПО, ученых и активистов, чтобы помочь скоординировать стратегии в области прав коренных народов. На днях был опубликован 26 выпуск ежемесячной официальной газеты Западной Армении и Родина. Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западноармянском языке. Для обратной связи по следующему мейлу можете обратиться. Поддержите Западную Армению Western Armenia Foundation. В эфире телевидения Западной Армении культуролог-публицист Карина Акопян представила культурные сферы, сильно пострадавшие во время Арцахской войны, сохранение которых должно было быть приоритетом для Армении и Арцаха. Она упомянула возможные опасности глобализации, в которую сейчас полностью вовлечена Армения. Самый благоприятный исход из этой ситуации – правильная кадровая политика. Вы можете посмотреть интервью на нашем официальном YouTube-канале. По словам Рубена Сафрастяна, турки выстраивают свои отношения к Армении исключительно на политическом расчете. Директор Института Востоковедения на Армении Рубен Сафрастян считает преждевременным говорить о том, что трехстороннее заявление по Карабаху, а также совместный российско-турецкий мониторинг приведут к нормализации отношений между Ереваном и Анкарой. Об этом он заявил в эфире радио «Спутник Армении». «Если судить, основываясь на политике Турции в нашем регионе, в частности, в отношении Армении на политических взглядах ее руководителей, то можно сказать, что у них нет реального желания нормализовать отношения с Ереваном», – отмечает он. По словам Сафрастяна, турки выстраивают свои отношения к Армении исключительно на политическом расчете, а расчет этот строится на том, что Армения больше заинтересована в нормализации отношений с Турцией, а значит, она должна идти на уступки», – отмечает эксперт. Сафрастян подчеркнул, что без уступок с армянской стороны Турция на нормализацию двусторонних отношений не пойдет ни в коем случае. В Армении 32 года назад произошла страшная катастрофа, которая стала серьезным вызовом для всей страны. 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени на севере Армении произошло разрушительное землетрясение силой в 10 баллов в эпицентре. Спитакское землетрясение относится к так называемым землетрясениям полного цикла – предварительные толчки, основной толчок, авторшоки. Землетрясение охватило около 40% территории Армении. Пострадали 21 город, районы, 342 села. Полностью был разрушен город Спитак, частично разрушены города Ленинакан, Кировакан, Степанован, более сотни сел и поселков Спитакской, Ахурянской, Кугаргской, Арагатской, Калинской, Степанованской областей. 514 тысяч человек остались без крова. Около 20 тысяч людей получили ранения разной степени. Число жертв – 25 тысяч. Жертв было много, особенно в Гюмри – около 15-17 тысяч, в Спитаке – 4 тысячи человек. В результате разрушительного землетрясения было разрушено 17% всего жилищного фонда Республики Армения, прекратили работу более 100 промышленных предприятий, серьезно пострадали памятники архитектуры и истории искусства. С первых же минут землетрясения самоотверженно стали работать местные жители, но не хватало необходимого спасательного оборудования. Всестороннюю помощь Армении оказали более 113 стран и 7 международных организаций. Диаспора была с Арменией с первых часов землетрясения. Наши соотечественники предлагали свою помощь и индивидуально, и в рамках множества инициатив. Были созданы фонды СОС «Армения», «Ознавуру Армении» и десятки других. Турция отправляет дополнительную группу наемников в Ливию, несмотря на соглашение, достигнутое между двумя соперничающими группировками в гражданской войне в стране, призывая Анкару вывести наемников. Об этом сообщает ТР.ИМ. Ливийская национальная армия, подчиненная генералу Халифе Хафтару и поддерживаемая ООН и Турцией правительство национального согласия, борются за власть в Ливии с 2014 года. Обе стороны достигли соглашения о прекращении огня в октябре в Женеве при посредничестве ООН. Один из пунктов соглашения предусматривал вывод всех воинских частей и вооруженных формирований с фронта, а также удаление наемников и иностранных боевиков из страны. Однако Сирийский наблюдательный центр по правам человека заявил в субботу, что Турция планирует отправить больше сирийских наемников в Ливию на следующей неделе. По данным центра, в ноябре Турция уже отправила в Ливию 18 тысяч сирийских и 2500 тунисских наемников. На известняковых скалах в северо-восточной части провинции Карин в Западной Армении в пещере Джуньева возвышается средневековая церковь, около которой есть надписи на армянском языке. Подобные буквы найдены на скалах села Галик-Ти-Пе первым в Карсе и Есатл-Орду. Просьба гражданам не копать вокруг церкви, не разрушать ее в поисках кладов и других сокровищ. Не срывайте настенные гравюры и надписи. Это наше культурное наследие. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля Ордвин. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!